В моей трудовой династии на данный момент четыре человека. Мой отец в 1964 году первый пришел на завод, отслужил армией и пришел в прессово-кузовной цех тогда еще всего лишь электриком в службу, энергетика. Потом быстро стал мастером и энергетиком этого цеха. Мама, то же самое. В 1964 году прибыла на завод в этот же цех прессово-кузовной в качестве прессовщицы. Потом она стала контролером, потом перешла в цех сварки и окраски кабин на рабочую профессию. Это рабочая профессия тяжелая для женщин. Сварка на машинах контактной точечной сварки. И вот она до пенсии проработала там. Она является ветераном завода и ушла на пенсию, на пенсии немного поработала. Затем я оказалась на заводе, благодаря тоже ей. Завод – замечательное место, но пришла в этот вот цех, цех сварки и сборки автобусов, автобусного завода, недавно тогда образованного, техником по подготовке производства, производственное диспетчерское бюро. Ну, быстро поднялась по служебной линии, стала диспетчером в этом бюро, старшим диспетчером, потом начальником бюро. Поработав там, оказалась в отделе по организации труда и заработной платы. Дочка моя в прошлом году, закончив институт с медалей, перешла тоже на этот завод. В качестве молодого специалиста. Работает, закончила она Белорусский государственный технический университет на специальности инженер-химик-технолог. Работает тоже у нас в автобусном производстве, в технологическом бюро в качестве инженера-технолога. Сколько у вас общий трудовой стаж? Если все посчитать, вместе с мужем, который на конвейере работал, сейчас у нас работает слесарем-электромонтажником, получается 107 лет. Так как мы работаем в одном производстве, но в разных сферах, мы обсуждаем постоянно. За ужином собираемся, обсуждаем, если кто-то, у кого-то какие проблемы, все подскажем, как решить, куда можно позвонить, и как алгоритм решения вопроса. Династия – это замечательно. Это продлевает жизнь завода. Это крепнет семья вот такими обсуждениями, за ужином. Это улучшает тыл, в котором работает семья. И ты защищен надежно, с постоянной работой, с зарплатой, социальной базой. У нас есть своя медсанчасть. Завод заботится о здоровье своих работников. Поэтому культурная жизнь тут весело проходит. Спортивная, конкурсы всевозможные. Перспектив масса. Только пользуйся. Люди работают разные, но все профессионалы своего дела. Всегда здесь можно чему-то, у кого-то научиться. Если, например, недостаточно у тебя квалификации, здесь ее повысят. Хочешь получить другую профессию, пожалуйста, здесь научат. Все готовы помогать и входить в твое положение. Я всегда знала, что буду работать на заводе. Это было с детства. Мы ходили на демонстрации тогда от коллективов. Это был веселый трудовой коллектив. Работа обсуждалась. Приходили люди с работы постоянно в семью, как друзья. Таруто на заводе тяжелый, но веселый. Вот. Я что могу сказать? Всегда на заводе заводы и коллективы заводские, и руководство стремится улучшить материальное положение людей и улучшить работу в производстве, чтобы все было до шаговой доступности по деталям, чтобы им меньше было бегать не по циклу. Являясь сотрудником завода, я приношу пользу своей стороне своим трудом, честным, порядочным. Вот. И я считаю, на заводе работы я защищена полностью. Полностью.